Это только первый арест, потом еще будут много-много таких арестов, чтобы компрометировать Дмитрия Анатольевича Медведева. У Путина даже была сложность, видите, как бы он так гонялся за Белаловыми, а потом оказалось, что Дагестан не Белаловы, а Марвы. Трамп хочет отдать Белалову Путину. Очередной такой подарок другу Путину, но это решение Путина. И думаю, это месть всем этим дагестанским кланам, что они там крутились вокруг Медведева. В США, в штате Флорида, Майами взяли старого партнера, премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева, Белалова. Вы помните, был такой вице-президент Олимпийского комитета, на который набросился тогдашний премьер-министр Владимир Путин. Но он продолжал его атаковать, конечно, сильно, когда он уже стал снова президентом в 2012 году. Было выдвинуто огромное количество обвинений против этого Белалова, что он украл что-то там на Олимпийских объектах в Сочи. Бедный человек сбежал из России и обратился к одной из немецких линий, где было доказано, что его отравили мышяком. Скандал, конечно, был огромен, потому что понятно, что кто же мог такую атаку предпринять против Белалова. Понятно, что приказ его отравить дал Путин. Это типичное его поведение. И, конечно, это было большое такое событие, потому что вокруг Медведева собралось огромное количество дагестанцев. Всякие роды дагестанские бизнесмены крутились вокруг Медведева. И причина была в том, что помощник Медведева Дворкович, у него жена из Дербента. И это как бы вело к тому, что дагестанские бизнесмены стали играть очень большую роль в окружении Медведева. Особенно большую роль играли эти Белаловы. Но, видите, конечно, это все как бы восточная культура. Сейчас они говорят, что они Белаловы, а завтра говорят, что мы Амаровы. У Путина даже была сложность, видите, как бы он так гонялся за Белаловами. А потом оказалось, что Дагестан не Белаловы, а Амаровы. Надо было уже заниматься Амаровыми, которые оказались Белаловыми. Ну, в общем-то, такая обычная восточная игра, хитрости и так далее. Но, в всяком случае, скандал был очень большой. Мы, конечно, не все знаем точно, почему Путин так сильно прессует тагестанцев. Но вы видите, что там случилось. Фактически был как бы ликвидирован такой крупнейший олигарх Российской Федерации, как Сулейман Керимов. Он лесгин, тоже из Тагестана. Долгое время крутил очень большими деньгами. Но, как вы видите, он как бы вышел из фавора довольно неожиданно. И ничего особо на последнее время вы о нем не слышите. Но этим еще не кончилось это дело. Как вы помните, теперь новый руководитель Дагестана вообще не из Дагестана, вообще не дагестанец, так сказать, не представитель какого-то дагестанского народа. Господин Васильев такого сложного происхождения человек. Там и у него казахские корни, и другие какие-то корни. Но точно как бы Дагестаном ничего общего у него нет. Даже, видите, он православный. Но вот руководит Дагестаном. Конечно, это как бы вообще как бы все в шоке, почему это было так нужно делать, и как бы что это дает. Но это решение Путина. И думаю, это месть всем этим дагестанским кланам, что они там крутились вокруг Медведева. Конкретно говорят, что причина может быть еще в том, что дагестанские кланы сопротивлялись тому, чтобы Медведев отдал президентство Путину. Конечно же, если Медведев бы сопротивлялся, вполне могло быть, чтобы он остался на второй срок на пост президента. Но Медведеву уступил. Он добровольно отдал это президентство назад Путину. Сам-то он так и делал, но вот это окружение дагестанское, она, конечно, боролась. И одна из таких как бы методов борьбы была, конечно, попытка дискредитации Путина. Там сняли какого-то друга Путина, известного миллиардера Валерия Когана, в обществе мальчиков. Это был владелец аэропорта Домодедова. И, конечно же, такими разговорами, что вот видите, вот этим человеком Путин ведет дружбу, едет на какие-то там курорты, катится на каких-то лыжах и так далее и тому подобное. Почему у него такой друг? Вот где был бы как бы вопрос. В общем-то, все это как бы Путину надоело. И когда он стал президентом, он, конечно, мощно отомстил всему этому дагестанскому клану. До сих пор он бегает вокруг этих дагестанцев, потому что, конечно, они люди такие активные, они везде, в Москве, в Петербурге, там попытаются устроить какой-то бизнес, а тут именно вот Путин и у него есть возможность им как-то отомстить. Но теперь вот такая абсолютно неожиданная новость, что как бы Белалов взят в Флориде. Что? Трамп хочет отдать Белалова Путину? Очередной такой подарок другу Путину? Как бы вдруг Путин получает Белалова? Но, конечно, не думаю, что это, конечно, так, что Трамп вряд ли тут имеет какое-то отношение, но то, что как бы всякие там спецслужбы Путина могли организовать интригу вокруг Белалова в Флориде, это вполне может быть. У них есть такие возможности в Флориде, там большая российская комьюнити, много русскоязычных евреев, и можно вполне крутить местными правоохранительными органами, чтобы там отопстить этому Белалову. Белалову арестовали полицейские из миграционной службы. Как говорят специалисты, арест дома не могло быть без санкции судьи, значит, есть какое-то там решение судьи по поводу Белалова. Но причина, почему его арестовали, очень простая. Наверняка это связано, что он нарушал какие-то иммиграционные, какое-то иммиграционное законодательство. Что-то там он делал так. Конечно, просто удивительно, почему богатый человек должен нарушать что-то в этом плане. Но вот есть такая версия, что явно проблема какого-то нарушения иммиграционного законодательства. И поэтому, конечно, будем смотреть, что будет дальше. У меня все-таки уверенности, что вряд ли его направить назад в Россию. Как-то он может свои проблемы там решать. Но одновременно, видите, событие есть событие. Мы же все это обсуждаем. А это ведет Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Напоминает, что вот этот был человек Дмитрия Анатольевича Медведева. А почему это важно? Да потому что России каждым днем все больше разговоров о преемнике. Что Дмитрий Анатольевич Медведев снова может стать президентом. Только-только вот вчера неожиданно по поводу преемников выступал огромным докладом в каком-то университете Дмитрий Киселев, известный у нас пропагандист. И почему-то как бы пресс-секретарь президента Песков, который у нас офицер внешней разведки, тоже читал нужным это комментировать. От чего это как бы он должен комментировать какого-то Дмитрия Киселева? Ну, значит, было дано задание Дмитрия Киселева выступать по той теме, чтобы Песков мог бы делать комментарии. Инфоповод создали, чтобы Песков мог бы делать комментарии ситуации. Но это говорит о том, что есть какая-то огромная проблема в связи с преемником. И что это почему-то огромная проблема. И они должны как-то крутить вокруг этой проблемы, дать какие-то комментарии. Конечно, идет разговор, что есть план передачи от Путина власти к 21-му году. И поэтому вот есть тема преемника. И уже развернулась борьба, кто же станет этим преемником. Хотя многие уверены, что, конечно, никакого другого кандидата, как Медведев, не может вообще быть. Но посмотрим, конечно. Так что просто в этом плане, что, может быть, это не... Это только первый арест. Потом еще будут много-много таких арестов, чтобы компрометировать Дмитрия Анатольевича Медведева. Продолжение следует...